Всем привет, с вами Телескоп, и я решил разбавить наши серые ламетовские будни вот этой замечательной новелкой большие неприятности. Она от отечественных разработчиков, и у одного из художников, Фумико, я даже сидел в Павлосе, да, так-то, и в общем-то следил за её творчеством. Если ты каким-то образом здесь, то привет тебе, и спасибо, что смотришь. Что ж, это Фури, как вы уже поняли, тут не только котики, тут всякие разные шняги интересные, вот, поэтому если вы имеете что-то против, то я думаю, вам уже пора. А мы начинаем, кстати, у этого парнишки. Шикарный зад, это почти зад аобы. Ладно, хрень с ним, нью гейм. Я не помню, куда я иду. Ноги знают дорогу, и мне этого достаточно. Вот и нужная дверь. Ммм, я на месте. Ничего себе вокруг! Предпраздничная суета. Мои друзья весело смеются и припираются. Хотят свалить друг на друга какую-то, в общем-то, несложную работу. Мне спокойно и комфортно. Я хочу оставаться здесь и дальше. Кажется, что я нашёл своё место. Меня достигают обрывки фраз, но я не прислушиваюсь. В какой-то момент слух фокусируется на одном единственном важном голосе. Попался Скотт. Вау. Слова, произнесённые кем-то за моей спиной, заставили меня вздрогнуть. Я слышу его голос, но не могу понять смысла сказанного. Что происходит? Когда это закончится? Мне страшно, и я не хочу тут находиться. Ноги, пожалуйста, двигайтесь! Что-то неправильно. Неправильно до такой степени, что мысли о побеге испарились. Кто-то зовёт меня. Кто-то ждёт меня. Если я не приду, то всё кончится. Возможно, я даже умру. Я разворачиваюсь и бегу прямо на звук всплеска воды. Я сделал правильный выбор. О, господи, боже мой, какой трэш прямо с самого начала. Охренительно, ребят. Честно сказать, когда всё это началось, вся эта анимация... Господи, мне нечего просто сказать, наверное. То есть, есть чего сказать. Но я не могу внятно сформулировать свою мысль, потому что я просто в шоке. Я не ожидал, что будет прям такая анимация, прям так всё клёво. Ребята, просто плюсик вам. О, чувствую, это будет шикарно. Я чувствую чьё-то прикосновение, и мир вокруг превращается во тьму. Я просыпаюсь. Что за противный писк? Ах, это же мой мобильный. Уже довольно много времени. Чёрт! Мне же сегодня в школу! О, боже, как знакомо. Постойте-ка, а где я вообще? Явно не дома. Тут гораздо больше свободного пространства. Итак, чистенько? Надо осмотреться. Ну, теперь припоминаю. Общежитие. Я приехала уже за полночь и не успела даже вещи разобрать. Придётся сделать это после уроков. Ещё чуть-чуть, и я точно опоздаю в свой первый день. Кровать, напротив, так аккуратно заправлена. Но я уверен, что ночью на ней кто-то спал. Что это на тумбочке? Какая-то брошюра? Это не моё. О-о-о-о! Слишком-слишком! Да, уже выборы. Путеводитель по новой школе, наверное, оставил сосед. Нужно будет поблагодарить его. Блин. Блин! Так, мы любопытная хуйня. Читаем брошюру. Блин, план школы нечаянно прочитал, как папан школы. Да тут есть схема всего здания. Повезло. Так. За последние пять лет наши ученики стали призёрами более чем 20 различных спортивных соревнований штата и округа. Более четверти учеников занимаются научной деятельностью. Это верный путь к успеху в будущем. Творческий потенциал вашего ребёнка будет полностью реализован. Эх, эх, так не видно. Тут, короче, полностью реализован, там, посвящённых искусствам, бла-бла-бла. Итак, учебный корпус, спортивный комплекс, парковая зона у нас тут, мужское общежитие и женское. Прекрасно! Теперь я точно не потеряюсь. Я бы забыл это уже через пять минут, честно. Мне нравятся фанцы, очень годные фанцы. Хотя ещё бы они были, блин, негодными, если в самом начале была такая шикарная анимация. А тут довольно красиво, напоминает мои родные места. И погода хорошая. Вот чёрт, забыла звониться домой, что нормально добрался. Да и мама не звонила. Стала бы переживать, набрала бы мой номер. Как будто она когда-то мной действительно интересовалась. Почему я вообще об этом думаю? Я уже давно не маленький мальчик, и совершенно нормально, что меня не опекают. Сбодрись. Сегодня же первый день в новой школе. На самом деле, мне кажется, первый день в новой школе это всегда ад. Потому что ты приходишь, там куча незнакомых людей. Ты не знаешь, ну или знаешь, неважно какой тебе кабинет, ты обязательно уйдёшь не в то крыло и... Нет. Это не очень хорошо. Не круто будет прийти с кислой миной. Нужно поторопиться. Это кто-то валяется на газоне, такие, да? Такие странные личности. Вон дерево там сидят. И кто-то ещё там шастается. Еле виден. Вот он. Еле успел. Тут так красиво. Неужели я буду учиться в таком месте? Привет. Привет. Легко нашёл дорогу. Тебя зовут Скотт, верно? А ты вообще кто такой? Ко мне подошёл золотистый ретривер. Кажется, такой же старшеклассник, как и я. Но кто это? Откуда он меня знает? Привет. Я так понимаю, наш главный герой это типичный хикарь, да? Мне кажется, это я. Когда я прихожу просто. И ко мне кто-то обращается. Извини, мои знакомые. А нет, ох, я даже не представился. Меня зовут Винсент. Мы с тобой теперь в одном классе. Какая прелесть. Он мне почему-то напоминает хиды из такие сквагуля. Он выглядит довольно дружелюбно. Приятно познакомиться. Я очень рад, что ты поступил именно к нам. Это отличная школа. Знаешь, они и всякое поговоривают, но не слушай, кого попало. Учителя хорошие, в целом учат не хуже, чем в именитых школах. А знаешь, что самое классное? Кружки! Если не хочешь бестолку тратить время дома, то в ней классные занятия это самое то. Спортивные, научные, дворческие кружки. На любой вкус. Я сам состою в кружке журналистики. Заходи как-нибудь посмотреть. Можно заниматься любимым делом практически до самой ночи. Это здорово. Но не стоит забывать и об учёбе. Если что, обращайся, я тебе помогу. Забыл сказать. Я староста. Я староста. Поэтому не стесняйся спрашивать что угодно. Староста? Понятно, откуда он меня знает. Хорошо буду иметь в виду. А он отличный парень, даже несмотря на то, что пёс. О! Это как расистские шутки, да, у нас? Про чернокожих людей. То же самое, да, здесь? Эм, пёс, ну нормально, ладно. Вау! Я так понимаю, у нас звезда школы, да? Ну, приветики. Ого, какая красавица! Большие города прекрасны. Боже, пожалуйста, пусть она будет моей одноклассницей. Ох, совсем заболтались. Но ничего, мы успеем, мистер... Мистер... Господи... Мистер Беннет редко приходит вовремя. Успели. Видишь парту окна? Она твоя. О! Как всегда, парта главного героя окна. Небось, ещё и последняя. После уроков я покажу тебе школу, хорошо? А ты прям даже... Ну, знаешь, мне даже кажется, что ты немного навязываешь. Да, спасибо. Сколько народу! Да, действительно, посмотрите, как много людей, зверей. Вообще офигеть! В моём прошлом классе нас было всего 12. А тут нас целых не одного! Надеюсь, мы подружимся. Ого! Господь, ты существуешь! Эта красотка сидит прямо передо мной. Жизнь налаживается. А вот и учитель. Какой серьёзный мистер Беннет. Ничего себе, нормальненько. Мне он нравится, кстати. Здравствуйте, открываем учебник. Вы так хитро улыбаетесь. В этот раз я не опоздал. Так, страница 116. Мистер Беннет, ты хочешь ответить первым? У нас новый ученик. Я не забыл. Мне кажется, что как раз забыл. Минуточку внимания. Я не забыл! То есть забыл, но не забыл. У нас новый ученик. Класс сегодняшнего дня наш дружный коллектив становится больше на одну единицу. Поприветствуйте нового ученика. Представься, пожалуйста. Как всё официально. Меня зовут Скотт Флэчер. Ааа, пожалуйста, не смотрите на меня больше. Иначе я убегу. В приступе панической атаки. Я рад, что все мы теперь одноклассники. Надеюсь, мы подружимся. Скотт приехал в наш город недавно. Пожалуйста, покажите, каким радушным бывает Лос-Анджелес. Они перешептываются. Какая мерзость! Надеюсь, я не выгляжу как деревенщина. Хоть это и правда. А сейчас открываем учебник на странице. Вот и закончился первый учебный день. Они только открыли учебник, он сразу закончился. Я тоже хочу! Почему у меня нет такой перемотки на учёбе? Чтобы ты приходил, и пары сразу... Фью! И пролетели как одна секунда. В принципе, всё то же самое. Я помог этой красавице, когда она уронила ластик. Боже, какая молодец! Её спасибо прозвучало так нежно. Может, я ей тоже пригнулся? Эй, дружище, я обещал показать тебе школу. Ты готов? Да, пойдём. Кстати, как зовут девушку, сидящую передо мной? Просто вдруг мне понадобится что-то у неё на руке спросить, а я даже имени не знаю. Очевидно, что спрашиваю совсем не поэтому. Сэм! То есть Саманта. Она не любит, когда её зовут неполным именем. Саманта. Красиво звучит. Какие милые цвета, мне нравятся. Винс рассказал мне о школе. Говорил он очень много и с восхищением. Мало что сохранилось в моей голове. Мы обошли все этажи и прошлись по школьной территории. Она огромна. Но раза в четыре больше, чем я привык видеть. Есть собственный стадион и даже бассейн. При мысли о бассейне по спине прошли мурашки. Я не люблю воду. Типичные коты. Кажется, сегодня снился очередной кошмар на эту тему. Но я уже ничего не помню. А я помню! Это была шикарная анимация. Как ты мог забыть такое, ублюдок? Вот так вот. Вот так вот. Хочешь ещё что-нибудь посмотреть? Нет, спасибо. На сегодня мне хватит, а то всё в голове запутается. Уже запуталась. Хорошо. Мне нужно отлучиться по делам. Ты запомнил дорогу до общежития? Он и про общагу знает. Да. Хотя и в парке потеряться было бы не дурно. Там красиво. Ночью довольно холодно, так что лучше не теряйся. До встречи. Сложно... Погулять по школе или вернуться? Эээ... Ладно, если эта школа настолько охренянная, давайте погуляем по ней еще немного На этом этаже довольно пустынно Интересно, какие занятия тут проходят? Винсент говорил, что здесь есть несколько кабинетов под нужды кружков Что там происходит? Эээ, кто это там бегает? И почему все остальные так настороженно наблюдают? Это какая-то игра? Подойду поближе Что-то не похоже на веселье Что это за странный ученик, который медленными перебежками перемещается по коридору? Выглядит так, будто он обронил что-то По крайней мере, он постоянно смотрит в пол Ты что-то ищешь? Он такой взволнованный Все в порядке? Ничего я не ищу Иди по своим делам Странно Все точно в порядке? Я же сказал! Я просто ничего не делаю Странный парень У него явно психологическая травма Ну, раз ничего не делаешь, то Что-то забыл, котик? Вот это поворот! Я тебя не припомню Ты из какого класса будешь? Это он мне? Господи, я вот тоже так ходил на занятия Но, блин, меня прибьют просто, если я так приду И я подумал, что этому парню нужна помощь Но, похоже, ошибся Меня зовут Скотт, я перевелся в вашу школу сегодня А меня зовут Грег И тебе пизда Если я говорю с тобой, то у тебя неприятности Что? Какой страшный парень! Те несколько ребят, что стояли рядом, разошлись, перешептываясь Похоже, я нарвался на местного хулигана Что-то не так? Да, у тебя что-то не так Но я тебя прощаю, Ростановенький Акция доброты действительно только сегодня Не нарывайся Его телефон Сейчас буду Он ушел Что это вообще было? Никогда не умел вести себя с такими типами Хотя он пес еще бы Все псы такие Ты точно в порядке? Этот парень тебя задирает? Нет, пожалуйста, оставь меня в покое Не похоже, что все хорошо Но почему он отпирается? Слушай, я просто хочу тебе помочь Он озирается по сторонам И кажется доволен, что никого нет рядом У меня... Я потерял кое-что Если у тебя есть время Так и знал, что он что-то ищет Что ты потерял? Свой ингалятор Ты помнишь, когда примерно его потерял? На каких этажах ты сегодня учился? Недавно То есть я не помню На всех На всех? Да разве это возможно? Но вряд ли он сможет нормально мне ответить Что ж, давай поищем Я пойду в эту сторону Встретимся на этом же месте через 10 минут Я обошел почти весь этаж И ничего не нашел Большинство кабинетов уже закрыто на ключ Если он оставил ингалятор там То это плохо Или хорошо Может быть, учителя нашли его И отнесли к директору Тогда об этом должны были сообщить Бестолку Незачем забивать голову Нужно просто продолжать искать Он выглядит рассеянным Мог опроглядеть Не так я представлял свой первый школьный день Но я рад, если смогу ему помочь Что это блестит? Вот оно Господи, кто ж так обращается с ингаляторами? Помбит Да уж, вряд ли он мог потерять ингалятор в таком месте Ты нашел его Я подобрал его в цветочном горшке Там довольно грязно Не думаю, что ты мог потерять ингалятор там Все не так Он напрягся То есть все так Я просто неуклюжий Спасибо Спасибо, мне пора домой Мама будет волноваться Постой Расскажи, что случилось Тебя обижают? Если это так, то не нужно молчать Меня никто не обижает Пожалуйста, оставь меня в покое Мне пора Тут явно что-то не так Должен ли я пустить все на самотек? Я ничего не знаю Своим вмешательством могу все запутать Еще сильнее Оставить все как есть я должен сохраниться еще здороваюсь опять на бд как всегда пойти к президенту соцсовета пойти к директору разбираться во всем самому я более чем уверен что президент совет это тот как бы так помягче тот чувак в ошейнике вот отлично черт директор хрен с ним пойдем директор не стоит оставлять себя безнаказанным хэд-тичер ну вот и что теперь делать пойти домой нет ладно президенту а нет я не угадал о президенту совета такой крупный пугающий в школе все должно быть хорошо с дисциплиной но это не так здравствуйте могу поговорить с вами президент да я слышу президент этот не вас а блин его не так выходит прочитал это невысокий парень он даже на старшеклассника не похож меня зовут скотт флетчер мое имя адам лестер я надеюсь что правильно читаю приятно познакомиться я пришел чтобы рассказать вам я даже не знаю мини или класс этого пугливого парня с ингалятором один ученик потерял ингалятор и мы вместе его искали нашли в цветочном горшке ингалятор был весь в земле не похоже на то что он действительно просто потерял его также один парень по имени грек намекнул чтобы я не совал свой нос куда не следует мне кажется что это именно он виноват случившимся вот как спасибо за информацию мы обратим свое пристальное внимание на эту ситуацию простите я даже классов их не знаю ничего я понимаю о каком грэг идет речь значит грэг действительно местный задира хорошо что я пришел сюда теперь с ним разберутся по всем правилам спасибо вам заранее что вы что вы это вам спасибо чувствую я за это счет гребу в будущем ну да хрень с ним не ожидал такого в первый же учебный день надеюсь что дальше будет лучше президент сказал что займется этим хорошо но я не собираюсь перекладывать все на него нужно будет узнать побольше про грэга и того паренька зато школа красивая в любой ситуации будь оптимистом тут учатся какие-то странные люди которые суют ингаляторы других людей в цветочные горшки но зато мать его школа красивая и саманта тоже безопречно хороша мне стоит заговорить с ней завтра и староста был довольно приветливый хорошо что уже есть с кем поговорить на перемене завтра попробую познакомиться с кем-нибудь еще точно я же так и не позвонил домой не берет трубку наверное занята позвоню завтра после уроков соседа до сих пор нет вообще приходит зачем-нибудь в общежитие кроме как поспать интересно почему никто не решил помочь тому парню там были другие ученики они стояли в стороне и шептались о чем-то они заодно с грэгом или так сильно его бояться что не могут что-то предпринять и виноват ли вообще этот грэг ко мне поступить ладно завтра новый день лучше подумать на свежую голову уже так поздно а я все еще не разобрал сумку да когда что разберешь что ее с утра тоже не разобрал можно сделать это и завтра действительно я так со всеми делами зелы привет парень я подозревал что это будешь ты я подозревал ты еще не спишь здорово я забыл сказать что мы соседи по комнате так вот почему он знает меня в лицо я-то думал он видел мои документы извини я не стал тревожить тебя утром я выхожу рано но может быть место это разбудить тебя завтра нет все в порядке я рад что он мой сосед по крайней мере не стоит беспокоиться на этот счет ты оставил мне брошюру про школу а не так не так прочитал ты оставил мне брошюру про школу спасибо да не за что я боялся что ты можешь не дойти я выгляжу таким ненадежным поговорить с инстантом еще лечь спать винсант ой что-то музыка такая странненькая лечь спать пожалуй лягу сейчас спокойной ночи винсент я на боковую спокойной ночи давайте давайте что что у нас тут ночью я хотел немного подумать о сегодняшнем дне но меня сильно клонило в сон оказывается этот день меня утомил наверное только потому что место и все вокруг совершенно новое я закрываю глаза и проваливаю сон который совершенно не запоминается ну вот никаких кошмаров ну ладно я проснулся еще до будильника и предусмотрительно его отключил главное не забудь об этом вечером в комнате светло и свежо даже не хочется вернуться в объятия кровати постель напротив застелена так будто недавно на ней никто и не спал винсент действительно встает очень рано это привычка в этом есть какой-то тайный смысл да нет просто все нормальные люди блядь заправляют кровать по утрам просто ты один такой походу который не заправляет наверное он просто жаворонок вообще-то он пес вот повезло шутки за 300 доброе утро не ожидал что ты уже проснулся я сам не ожидал судя по всему он ходил умываться я уже позавтракал но могу отвезти тебя в столовую она общее на первом этаже звучит неплохо и тогда мы действительно спустились в столовую внизу показалось что я беру слишком маленькую порцию поэтому он доложил мне еще в итоге я не справился и он героически мне помог интересно он просто хотел бесплатно перекусить я улыбнулся своим глупым мыслям ну конечно нет он хороший парень скоро начнется второй урок я планировал сверлить взглядом затылок саманты в надежде на то что она вернется но как только звонок прозвенел она покинула этот бренный кабинет бренный кабинет и мне кажется что он стал даже немного более тусклым привет какая прелесть господи тебя зовут скотт верно я кевин ого это сиамский код я мельком видел его прежде приятно познакомиться кевин он улыбнулся кажется он находит это утро очень добрым к нам впервые пик кто-то переводится вот так прямо посреди учебного года он сел за соседнюю парту для того чтобы наши глаза оказались на одном уровне я не против хотя сам анти это место подходит больше я тоже впервые так перевожусь на самом деле никогда раньше не менял школу значит все это тебе в новинку наверное рано спрашивать как тебе тут все хорошо мне нравится это место он снова улыбнулся довольны моим ответом похоже все любят эту школу вчера при знакомстве винсент сказал что школе ходят какие-то неприятные слухи что им не стоит доверять на самом деле я хотел сказать тебе кое-что вчера я видел как ты помог одному парню он был среди тех стоящих стороне я не могу припомнить кто там был почему он не вмешался ты такой храбрый что ты был там да я сомневался стоит ли вмешиваться не было похоже что парня нужна помощь но я все же хотел подойти ты меня опередил если так то все в порядке хотя он мог бы подойти вместе со мной что тут такого и потом к тебе подошел грек я беспокоился но вы ведь просто поговорили он и это видел да мы просто поговорили хорошо грек неплохой парень но он очень вспыльчивый я подумал что может быть вы случайно столкнулись плечами или что-то в этом духе столкнуться плечами с хулиганом это такое клише но кевин переживает обо мне это приятно все в порядке сейчас ни к чему обвинять грэга я так рад я подозреваю вон явно что-то скрывает но по нему же видно что что-то с ним не так ладно неважно приятно было познакомиться скотт поболтаем как нибудь еще конечно он направился на свое место по пути он столкнулся с самантой они встретились взглядами о нет они же не встречаются после второго урока я заметил что саманта снова испарилась но на этот раз она отошла группе девочек и на этом мы завершаем наш первый выпуск спасибо огромное что посмотрели я надеюсь вам понравилось если так то почему бы не поставить лайк не подписаться на канал и не зайти в паблик обязательно паблик это святое и у нас там весело что ж до новых встреч с вами был телескоп пока пока